здравствуйте дорогие друзья поговорим сегодня о том почему люди несчастливые почему они несчастны я работаю со своими клиентами более 15 лет практически с каким запросом они не обращались все это так или иначе для того чтобы стать более счастливым и одна часть людей приходит и говорит я болею если у меня будет здоровье буду более счастливым вторая часть говорит у меня заниженная самооценка у меня панические атаки я плохо сплю я тревожный и агрессивные нервный я был бы более счастливым и себя чувствовал по-другому если бы этого не было у третьих запросы лежат в межличностных отношениях партнерских отношений у следующих там карьера бизнес секс духовное развитие и многое другое все эти люди абсолютно уверены что если их проблема уйдет они станут счастливыми при этом у меня есть люди у которых есть и дом и машина и дети прекрасные и партнер который любит и духовное развитие и путешествие на счастье все равно нету на мой взгляд практически каждый человек испытывает некую тоску некую глубинную неудовлетворенность и он ее чувствует по-разному и дабы объяснить причину этого чувства он говорит что это из-за того что у меня нет вот этого это из-за того что мне нету вот этого и наверное для вас не секрет что многие люди преуспевающие в этой жизни которые имеют очень многое практически все блага этого мира все равно уходят кто в наркотики кто кончает жизнь самоубийством кто рассказывает о том что потерян смысл вкус к жизни после того когда уже все перепробовано что же происходит человечеством что же происходит со всеми нами каждой работе пытаясь углубиться да где же она это счастье откуда она течет откуда она приходит становится абсолютно очевидным что наше счастье не приходит извне и она никогда не зависела и никогда не будет зависеть от внешних обстоятельств это значит даже при решении своего вопроса при достижении своей цели чек все равно будет чувствовать себя через какое-то время несчастным из-за того что и и так и будет всю жизнь ходить в этих поисках счастья поле мы видим что это чувство идет где-то изнутри она идет из ядра личности и когда мы пытаемся эту луковицу открыть когда мы пытаемся найти вот этот вот источник то так или иначе мы приходим к некой части которую можно назвать детской частью творческая часть сущностная часть это та часть которая по большому счету ассоциирует себя с душой с богом самостью с тем что никогда не рождалась и никогда не умрет с тем что по-настоящему является источником нашей жизни нашего вдохновения именно такими мы приходим в этот мир мы приходим с расширенным состоянием сознания мы приходим как познающая природа и маленькому ребенку абсолютно все ему все интересно он все хочет попробовать на вкус как только он научился разговаривать он начинает спрашивать почему для чего что это и что он слышит в ответ он слышит в ответ на вопрос почему очень часто потому что потому что я так сказал потому что так принято потому что так делает все потому что тебя любить никто не будет потому что с тобой дружить никто не будет потому что потому что потому что все эти потому что не объясняют суть вещей и не предлагают этой познающей природе самой попытаться до ответить в эти вконтакт с этим мы даем какие-то шаблонные потому что так и начинаем формировать среднестатистического человека под общие рамки и дальше идет садик школа институт и дальше это познающая природа получает определенное подтверждение что быть белой вороной нехорошо что иметь свое мнение нехорошо потому что учитель поставит тебе не ту оценку которую ты бы хотел потому что никто не посмотрит на твою позицию твою точку зрения ибо ньютон сказал это энштейн сказал это то что впоследствии потом все это переписывается опровергается это уже дело три десятая главное чтобы мы все научились смотреть на мир так как нам рассказывает наука так как нам рассказывают родители так как от нас требует общество иначе ты станешь в нем изгоя и к 30 годам даже раньше наверное мы видим такого белого робота биокомпьютер вместо человека за него говорят книги которые он прочитал через него говорят его окружение и люди с которыми он общается его система убежденность убежденности убеждений полностью состоит из той среды из фракталов того что его окружают мы получаем некие функции я сын я подруга я сотрудник я но при этом абсолютно теряется я я нету я пропадает я была потеряна в детстве и когда она несколько раз попыталась где-то выткнуться его прибили рассказали и вот она попытки адаптироваться закрывается вот этим множеством слоев про которые я говорю про вот эту луковицу и это психологии называется защиты сублимации ложные я в общем я концепция что я себе думаю как я себя чувствую как я действую все это наука все это прекрасно все это чудесно но она абсолютно игнорирует в этом я и мне очень грустно наблюдать когда приходит женщины которые уже 60 лет и мы в поле ставим ее чувства ее тело и ум и чувства говорят я хочу любви он говорит что за бред взрослая женщина тело говорит я хотела бы еще секса ум в шоке и оборачивается и смотрит никто не ведь не слышал этой ереси чувства говорят я такая легкая я такая хрупкая этом ум говорит ты что посмотри на свое тело корова разожралась и мы видим как и чувства и тело вынуждены подчиниться подчиниться этой птицы говорун который мы называем ум который живет исключительно сравнением сомнением он всегда несчастен потому что всегда будет сравнить с кем-то и если у кого-то что-то лучше что-то по его вот этой вот шаблонной рамки круче то ум начинает чувствовать себя несчастным и в поисках этого он делает свои шаги для того чтобы удовлетворить свои потребности то время как я томится я не может себя защитить я не может проявиться я не может о себе заявить и точно так же как нами в детстве обращаются сначала наши родители и социум сегодня практически каждый взрослый человек обращается с собой также также собой недоволен также говорит что недостаточно также критикуют также использовать все тоже что подумают любить не будут что скажут это выглядит глупо как делают все у меня не получится ибо ум питается страхом сомнениям и и следующими вот и подобного рода негативными чувствами выход только в одном выход в том чтобы проснуться выход в том чтобы понять что ваша биомеханика овладела вашей жизнью и живет вашу жизнь именно поэтому люди говорят я как будто наблюдая свою жизнь со стороны я как будто живу на своей жизнью я как будто не в ней я должен быть где-то в другом месте не об этом я мечтал тогда кто тот кто вашу жизнь захватил кто живет этой жизнью живет ее ваш ум живет и ваша механика биомеханика вот это которую он уже выдрессировал единственный способ это осознать что никто кроме вас не способен психануть и понять что ваша жизнь принадлежит только вам и начать устанавливать контакт с вашим сущностным я начать устанавливать контакт с той частью которая мы называем душа с тем я с той познающей природой которая пришла сюда для реализации своих задач ибо лично всегда будет несчастливой и неуспешной если она не реализует задач души если она не делает не выполняет то для чего душа пришла здесь а у каждого из нас у каждой души есть своя задача на это воплощение соответственно счастье нам не видать и вот так же в 60 лет мы будем сидеть и рассказывать что подумают что скажут не мое не для меня не с моим счастьем и при этом ненавидит свое тело свое окружение свою жизнь и себя в том числе уважаемые мои подписчики уважаемые мои слушатели подумайте пожалуйста об этом очень не хочется чтобы это видео было какое-то очередной морализирующие частью задайте себе вопросы которые возможно вы перестали себе задавать от кого на самом деле зависит ваше счастье от правительства от ваших близких от ваших партнеров или от вас и счастье для вас это что счастье это чувство которое мы все испытываем приблизительно одинаково но счастливыми нас делают разные вещи для одного человека счастье это быть успешным для другого счастье это иметь своего партнёра для третьего счастье это безопасность для 4 части это быть знаменитым для пятого счастье это управлять для шестого части это быть экспериментатором до это цель ума но опуститесь тогда в свое сердце опустите свое тело и ответьте себе на вопрос, какое чувство я получу, какое состояние после того, когда эта цель будет достигнута. И потом задайте себе вопрос, где уже прямо здесь и сейчас я могу понемножку что-то делать для того, чтобы получать это состояние, для того, чтобы это чувство счастья было уже хотя бы в какой-то маленькой мере в моем распоряжении. Если вы начнете служить для своего маленького Я, ваше большое Я, ваш Атман, ваше высшее Я начнет служить вам. Ваши молитвы будут услышаны внешним контуром, как только вы посмотрите вглубь себя, внутрь себя и начнете что-то делать для своего Я, для того сущностного Я, для той познающей природы, которая сидит сейчас в вашем биоскафандре и томится, пока ум решает свои вопросы. Искренне желаю каждому из вас быть счастливым уже сегодня, иметь ту цель, которая сделает вас по-настоящему счастливы и реализовывать задачи своей души. И прожить эту жизнь под названием «Мой земной трип», наилучшим образом оставив красивый след, красивую вспышку после себя, чтобы, выйдя из этого пространства в квантовое пространство, посмотреть на эту матрицу и с гордостью улыбнуться. Всего хорошего вам и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok